Привет тебе, привет тебе, привет в Америке, привет. Слушай, я тебе хочу что-то показать, что-то показать. Я тебе хочу показать мою любимую картину. Она называется «Сколько же можно бриться?». А он, бедный, только расслабился. Он только расслабился, а она там стучит в дверь, видишь, да? Да-да-да, да-да-да. Сколько можно бриться? Видишь, какая хорошая, интересная картина. Да, глубоко и многозначно. Да-да-да, у меня все картины такие интересные. Но сейчас я тебе покажу не картину, а спрошу тебя, насколько я постарел. Атай Магомедович, вы не постарели, вы молодеете с каждым днем. Ты видишь, а это знаешь, сколько лет назад? Это психологи ВДВ, военно-десантные, воздушные офицеры, офицеры-психологи. Нет, ну, конечно, я не знаю. А теперь я такой, неужели я помолодею? Да, ну вот именно. Нет, вы выглядите очень хорошо. С каждым годом молодею. Наша школа молодеет. Да, я посмотрела уже сейчас 57, по-моему, тысяч уже. То есть прогресс большой. Ну, слушай, тут такое дело интересное. Там я несколько роликов сделал по просьбе участников школы о каких-то интересных случаях жизни. А там выходит кто-то с комментом и говорит, ну, что вы все рассказываете, рассказывайте о том, о чем вы лучше про ключ расскажите. А ему участница там сразу написала. А вы смотрите в Ютубе ролики, чтобы понять. За пару лет назад. Конечно, конечно. Я через ролик буду опять возвращаться к техническим, методическим приемам новым. Но я хотел тебя спросить. Как ты думаешь? Вот вебинар я хочу сейчас сделать. Мне одни советуют, в личке мне пишут, сделайте для молодых, совсем молодых. Я почему про молодость говорю? Совсем молодых, которым, ну, там, 20 лет, 25 лет, которые только растут, хотят познать жизнь, которые запутаны, потому что там про регрессинг какой-то постоянно делают какие-то там видео, еще про какие-то сверхвозможности, их запутывают, запутывают. Я хочу вот одно видео сделать, объяснить, что такое рейки, что такое диаматурика, что такое вот этот регрессинг, как меня там просят. Но вебинар-то я хочу сделать. Именно тебя спрашивают, твой совет. Для молодежи сделать, как обычно мы делаем, для всех сразу. Ну, все равно же все будут смотреть. Вы сделаете ориентацию на молодежь, но смотреть-то будут все равно все, и каждый найдет для себя что-нибудь нужное. Ну, хорошо. Ну, скажи теперь ты, что хотела спросить? Я хотела спросить про группы. Как вот мы будем делать разделение по группам? Решилось что-то с этим? Или мы все так пока для всех? Вот как раз с этим и молодым тоже. Может быть, действительно есть какое-то разделение сделать на группы, которые там совершенствуются, которые только начинающиеся, как вы думаете? Я слышала недавно ролик об этом. Ну да, мы это обсуждаем уже два года, не меньше. Потому что я давно обещал группу сделать, закрытую группу, куда будут только продвинутые заходить. И там будут супер такие новые, секретные, как бы для всех приемы. Ну, они хотят туда. Я говорю, ну, для того, чтобы туда попасть, надо же базовую часть, чтобы хотя бы вы знали. Ну, и мне кто-то пишет, хочу ключ-2, хочу ключ-3. Я говорю, а ты ключ-то знаешь? Знаю, я все смотрю. Я ему 2-3 вопроса задал. Например, знаешь, какой я вопрос задал? А что ты хочешь вообще? Да, он говорит, хочу научиться быстро соображать. Я говорю, так это же ключа хватает. Зачем тебе ключ-2 ключ-3? Ну, вот их привлекает. Что-то такое. Читает, что ты в ростоне, что-то интересное. Это секретный плод, сладок, конечно. Ну, вот насчет групп. Я, конечно, хочу немножко разделить. Для больных психосоматик и для тех, кто постоянно жалуется на тревожность, поничность, чтобы отдельная группа была. Потому что вот мы проводим ликбез, например, бесплатный. В ЗОМ приглашаю войти. Я ориентирован на том, что это же школа, не клиника. А туда все равно приходят. Больные, вот одна какая-нибудь начнет. Вот я лежу в постели. Ну, я вот для таких, может быть, отдельно все-таки для больных сделать. Чтобы они, как бы, всех остальных не отвлекали, а получили отдельно большее внимание. Большее внимание. Да. Ну, вот это я знаю, что вот одну группу такую мы сделаем. А другую группу, может быть, для продвижения. Ну, не знаю. Не знаю пока до конца. Пусть сейчас комменты напишут. Комменты напишут. Когда участники нашей школы пишут комменты, это дает мне большую ориентировку. То есть я начинаю понимать, что хотят. Я-то знаю, чего я хочу. Я хочу развивать, развиваться. Научить их изобретательскому мышлению. Чтобы они интуицию поднимали. Чтобы они могли решать много задач разных сразу. Чтобы, когда он ложился спать и мог так настроиться правильно, что утром уже просыпался с определенной новой идеей. Или с ощущением, что вот сегодня он решит эти вопросы. Ну, я вот это хочу. А вот там видишь, как получается. Ну, пусть напишут. Я помню ваш ролик с тремя вопросами на ночь. Он очень хорошо работает. То есть утром встаешь, и ты уже сразу знаешь, что тебе конкретно надо делать. Один самый главный, да. Самый главный выходит очень четко. И вот эта база, как ремонтно-восстановительная бригада. У меня это очень хорошо. Молекулярная. Да, 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 да. Я даже поймала себя на том, что я ночью просыпаюсь и чувствую, как будто меня кто-то мои почки подтаскивает вверх. И по мне как будто вот бегают какие-то искорки вверх-вниз. Это было настолько удивительно, как будто вот все меня вверх вытаскивает. Еще знаете, что интересно? Когда я вот такую команду даю, у меня такое ощущение появляется, как будто вот я как пламя. Маленькое такое вот свечи, как свечи. Ну, пламя свечи, да? И начинает вот эта вот плазма во мне двигаться вверх, снизу вверх. И сверху сгорает все, что не нужно. Это такое интересное ощущение. Это у тебя такой образ появляется, да, да, да. А в принципе оно так и происходит. Оно в каком-то определенном пламени сгорает. Все наши негативы, которые мы хотим. Конечно, конечно. Вот один поэт, переводчик с немецкого, он все время мучился, как вот это вот на кончике пламени язычок назвать правильно. И он меня спрашивает, а как ты думаешь? Это было много лет назад. Это был Сущевский. Сущевский. Очень мощный поэт. Сущевский. И он меня спрашивал, языцы пламени, что ли? Языцы. Ты представляешь, какой образ? Вот если человек найдет сам себе подходящий образ, которому он доверяет, который его волнует, душе соответствует путем перебора разных образов, как мы перебираем разные движения для того, чтобы подобрать синхронное текущему состоянию движения, которое снимает стресс. То же самое перебор образов может вызывать очень хорошую реакцию. Оно иногда идет сознательно, идет сознательно, подсознательно. А иногда вот у тебя, видишь, у тебя родилось прямо, когда ты использовала методику. Очень хорошо. Я одновременно учу. Я одновременно учу всех, чтобы они начали искать образы, которые им очень нравятся. Да, ты же делаешь запрос пространства, и тебе приходит обратная реакция. То есть, с каким движением ты туда идешь, или синхрогимнастику, с этим движением тебе идут обратные реакции. Поэтому вот эта автоматика и происходит, потому что идет соответствие тебя, пространства, и ты уже выходишь из своего сознания в подсознание. Ну, я всем хочу сейчас заодно повторить, это очень важно, для чего нам все-таки нужны эти упражнения, потому что мы все время спонтанно находимся то в стрессе, то во сне мы находимся, то в сновидениях мы находимся, то в ровном состоянии мы находимся, когда можем размышлять, перебирать разные варианты, строить проекты жизни, видеть образ будущего. Но мы все время вот так колеблемся, мы все время живем в этих, как в сменах времен года. А эти приемы нужны для того, чтобы осознанно пережить это несколько раз с помощью приемов, и потом получается, когда ты чего-то хочешь, а уже тебе все ассоциации начинают собираться и показывают тебе дорогу. То есть интуиция развивается. То есть, в принципе, научаем человека вот этот процесс спонтанных вот этих вот переходов сделать осознанными переходами, и тогда там открываются огромные возможности. Огромные возможности, да. Я себя на этом тоже поймала. Когда у меня вот этот выходит, я выхожу из баланса вот из этого, это сразу из равновесия как войдешь, это чувствуется, что теперь какое-то начинается такое напряжение. Вот как я себя приучила, я сразу думаю, так, напряжение, если я в него вошла, значит, у меня есть сила из него выйти. Значит, эту энергетику, которую мне задала невроз, я могу определить. Значит, у меня есть вера, что я это сделаю сама. Это моя модель реальности. Я надеюсь, на то, что пространство мне поможет. Это как надежда. То есть я сама-то не знаю, как это делать, но пространство, и раз я ему цель задала своей верой, оно мне будет помогать. Такой образ, да. И как я могу сказать, благодарность за то, что у меня вообще это создано, потому что я могу оперировать вот этой энергией. Это как любовь получается. И когда я себя включаю, вот вижу, это выход из равновесия, я говорю, вера, надежда, любовь. И у меня как будто все сразу собирается вот в этих вот необходимый пазл, и начинается вот эта трансформация. Она как будто сама происходит. Я вот думаю, что это вера, надежда, любовь, это все-таки такое вот триединство, которое необходимо каждому человеку в себе поддерживать, чтобы выйти из... Это очень, очень сильно. Это очень сильно. Это многовековой фильтрации народного процесса развития уже отшлифовались, и вот эти крутейшие, сильнейшие, мощные понятия. Вера, надежда, любовь. Конечно, это... Да, если только выгнуть это в себе каким-то образом. Мне кажется, это в каждом есть. Надо попробовать. Я тебе очень благодарен. Вот мы немножко рассуждали, и я жду комментов, потому что комменты, во-первых, по вебинару, по вебинару, чтобы было больше молодежи или для всех, сделать первый вопрос, и второй вопрос по группам. Согласны, чтобы мы сделали одну группу для психосоматики, хотя мы не клиника, я постоянно это повторяю. Все равно приходят все, да? Все равно же вот звонят и просят вашу группу. А вторую группу может сделать действительно для тех, которые хотят развивать изобретательское мышление, двигаться вперед, там готовиться к чемпионатам мира, или кто хочет научиться писать стихи. У нас же школа такая, что сколько мне стихов пишут. Наши участники, которые там... Да, я не буду сейчас перечислять имена, но удивительно много. Начали рисовать, начали писать стихи. Кто-то давно писал, потом перестал, потому что какие-то стрессы были. Опять восстановился, и еще лучше пишет теперь. Очень много развивается творческих качеств. Спасибо тебе огромное. Вам спасибо, Хасанин Гамедович. Я так рада с вами общаться. Спасибо большое. До встречи.